Добрейше тебе время суток, я прочитал все комментарии под первым хайвом, увидел, что тебе было по кайфу, и как бы ты просил еще заснять, да, я сегодня засниму еще, но в этот раз уже будем изучать более продвинутые команды по хайву, то есть более такие, они в принципе не сложные, но один раз посмотрев, ты их поймешь в голове, и все, и ты уже будешь понимать, как ими пользоваться. Перед тем, как смотреть этот ролик, зайди в плейлисты, найди вот этот плейлист, называется он хайвос от А до Я, сюда же будет добавлен этот ролик, если у тебя уже стоит хайвос, смотри вот этот ролик, если ты не знаешь, кого поставить, смотри вот этот ролик, ну и также, если надо прошить карты, смотри вот этот ролик. Это извини, не причесался, на днях помнишь, был бардак, хайвос обновился на какую-то версию, 06.10, да, помнишь этот момент, дня три или четыре назад, кучу майнеров к нам в телегу забежал, говорит, а блин, там на кастомном майнере, кастомный майнер, это вот как ты настраиваешь какую-то монету, и внизу выбираешь, сам внизу есть кастомный майнер, это я тебе расскажу попозже, как это, для чего это нужно, с чем это идет, так вот на кастомном майнере, там на любом, в час, по два, по три раза все риги отваливались, это было на обновлении 06.10, А по большому счету, что можно было сделать, можно было вписать, вот смотри, заходим вот здесь, обязательно надо первым делом нажать, смотри, остановить майнер, дальше зайти в ширина бокс, лучше всего пользоваться ширина боксом, я уже понял, потому что он не глючит, или консоль она глючит, и вот здесь вот набрать вот такую команду, видишь, self-upgrade и предыдущую версию, то есть 0.6.09, то есть версию, которая не глючит, нажать кнопку, и все, и он пошел откатывать, понимаешь, то есть если у тебя глюки есть, в будущем такие возникнут, на новую прошивку, которая будет, ты никуда не бежишь, Иди, раз нажал, он откатил, за пять минут и дальше, без базара, как говорится, копаешь, он его откатил, теперь перегрузится, и будет версия уже не 0.6.10, а будет версия, вот как вот здесь 0.6.10, да, а будет версия 0.6.9. Вот, видишь, я обновил, 0.6.9 стало. После прошлого ролика было много вопросов, да, вот мы когда помнишь, включали с тобой вентиляторы, а как управлять вентиляторами, грубо говоря, не статично их делать, да, а скажем, чтобы держалась какая-то определенная температура, все очень просто, вот здесь вот, видишь, кнопочка есть, критическая температура, заходишь, по умолчанию выключен, нажимаешь, автофан включен, задаешь целевую температуру, вот видишь, целевая я ставлю, например, 60 градусов, градусов, а чтобы он поддерживал эту температуру, я ему ставлю минимальную скорость вращения 40 до 70, он будет пытаться держать на этих вентиляторах вот эту скорость, если будет что-то происходить, он будет останавливать майнер, либо перезапускать майнер, либо вообще выключать ферму, если критическая температура будет там в районе 85 градусов, ее тоже можно задать поменять, и здесь все вот эти числа меняешь на свое усмотрение, смотри, я ее включил, она зелененьким светом загорелась, то, что она заработала, и сейчас карточки вот тут начнут падать по температуре, также в телеге много вопросов от тебя получил, можно ли на хаве копать найс хэшем, да, можно копать, делается это максимально просто, смотри, заходишь в полетные листы, раз, перед этим вот тумай не смотришь, что выгодно сейчас копать, нажимаешь калькулейт, показывает, видишь, найс хэшевцам, это этнэш, да, дайкер хашемод, кефироподобные и так далее, то есть заходим в полетные листы, вот тут вводим, найс, они имеют апребиатуру своих монет, то есть ты вот так вот вводишь, смотри, найс хэш, и здесь пошли все монеты на найс хэш, то есть ты выбираешь сперва алгоритм, так же как ты на винде делаешь, да, в данном случае найс хэш от нэш, видишь, я выбрал, после этого прямо тут уже в обновлении можно здесь сделать, добавляешь кошелек, вводишь сюда биткоиновский адрес свой, вот, и вводишь, например, чтобы тебе было понятно, там, найс, допустим, даггер хашемодо, да, даггер хашемодо, все записал, сохранил, дальше набираешь найс хэш в пуле и выбираешь Европу, нажимаешь кнопочку применить, выбираешь майнер, который тебе по кайфу, ну, допустим, феникс майнер, нажимаешь кнопку создать полесный лист, после этого идешь в воркеры, заходишь на своего воркера и, как всегда, нажимаешь ракету, в ракете выбираешь применить, выбираешь, соответственно, свою монету, нажимаешь применить, Все, он сейчас пойдет здесь, смотри, перезагружаться. Опять вводишь майнер. Все, и он, видишь, уже пошел копать этот. Найсхэш твой на даггер Хошимота. Понял, насынь, да? На днях парнишка задал в моем чате, я его немножко неправильно сориентировал. Сейчас объясню, смотри, как создавать монеты с payment ID. Для этого заходишь в кошелек, в кошельки свои, добавляешь новый кошелек. Чтобы задать монеты, вот видишь, у меня, например, манеровский кошелек. Копирую первую часть, нажимаю скопировать. А дальше уже надо писать синтаксис по пулу, как админ пул сделал, так и писать. Вот видишь, здесь, например, можно написать кошелек, payment ID. Видишь? То есть вот такая формула в данном случае. Если бы вот здесь стоял плюс, то там надо было писать плюс. Если бы вот здесь стояла бы какая-то другая аббревиатура, я не знаю, кавычка, значит, надо было бы здесь писать кавычка. Здесь точка. Соответственно, здесь дальше я пишу по этому синтаксису, то есть я забираю с точкой, видишь, дальше payment ID свой. Копирую и вставляю после этого написанного. Ставил. Получается, у меня в данном случае кошелек с payment ID разделен точкой. Ввожу имя кошелька, например, XMR и название пула. XMR на на пул создать. А, монету-то я не назвал. XMR, монера. Есть у тебя какая-то другая монета. Перед тем, как списывать точку, да, ты должен зайти и посмотреть, какой админ пул задал синтаксис. Плюс, плюс, кавычка, кавычка, точка, значит, точка. Дальше нажимаешь сохранить. Есть еще другой вариант, знаешь, да, на бирже взять уже сгенерированный спеймент ID. Но в случае с монерой это бывает не работает, сам знаешь. Дальше нажимаем создать. Дальше все по шаблону. В полетные листы здесь выбираем монеру. Ну или свою монету. Выбираем, соответственно, этот кошелек. Выбираем пул. Выбираем Европу. Применяем. Выбираем майнер. Нажимаем создать полетный лист. Быстро заходим в воркеры. В воркерах выбираем воркера. Жмем ракету. В ракете выбираем этот, соответственно, конфиг. После этого копируешь свой ПМ-Отойди. Идешь на пул. Вбиваешь, соответственно, смотришь, определился ли. Четыре кошелька. Вот он после точки. И ждем скорость. Пойдет, не пойдет. Если пойдет, то все правильно. И вот наша ферма начала копать. Допустим, ты совсем ленивый. Не хочешь каждый раз под каждую монету вводить настройки. Под определенный алгоритм. Вот, например, вот здесь надо ввести. Видишь, новую монетку ввести. Опять задать ей какие-то настройки. Делаешь так. Заходишь в разгон. В разгоне нажимаешь настроить новый алгоритм. Предположим, возьмем, ну давай два каких-нибудь возьмем. Вот эфировский возьмем. Я, допустим, эфировскому хочу, чтобы у меня у первой карты было 200. А у второй 2 125 память. Все, я сохраняю настройки для всех монет на даггер Хошимот. Я нажимаю кнопку сохранить. Видишь, он мне его создал. Теперь все монеты, которые здесь будут копаться, они будут вот по этому разгону работать. А вот, например, криптонайтовский, смотри, новый алгоритм нажимаю. Я хочу, чтобы он работал немножко на других параметрах. То есть память пускай будет 2 100, 2 125. А игру я хочу, чтобы было побольше, чтобы как бы, ну, манило побольше. Да, 1340, предположим. Если там у меня на кефировском зашито дефолтное, то что я прошивал в биосе видеокарту. Здесь я хочу побольше, 1340. И так как криптонайт, соответственно, меньше насилует твоей карты, я хочу задать здесь вентиляторы поменьше. Например, чтобы они были статичные, да. Чтобы ими не эта штука управляла, а чтобы они были статичные. Все, нажимаю сохранить. Дальше теперь смотри, он применяет это. Переходим в обзор. И в обзоре, смотри, он уже по умолчанию мне здесь выставил настройки. Под Монеру. Ты видел, не было, да, вначале? А теперь смотри, если я нажму ракету и выберу, допустим, по Воленсбург копать кефир. И нажму кнопку применить. Все, начал копать. Смотри, вот они уже выставили настройки. Так можно по любому алгоритму. Какой хочешь, какой тебе нужен. Бывают такие ситуации, когда не хочешь за фирмой следить вообще. То есть там есть 1% времени, раз в сутки гляну, что там происходит, и все. Но, как бы, всегда мы переживаем с тобой, да, что там хешрейт упал, там фирма отвалилась, еще что-то. Смотри, что можно сделать в такой ситуации. Вот здесь есть такая собачка, видишь, watchdog по хешрейту. Вот у нас, смотри, сейчас феникс копает, получается, там почти 63 мегахеша. И если мы не хотим следить вообще, мы нажимаем хешрейт, watchdog включен. И задаем майнерам не тот хешрейт, ниже которого, если он опустится, то он будет перезапускать либо майнер, либо, если это не поможет перезапуск майнера, он будет перезапускать рейт. Не поможет, в случае, например, там видеокарта отвалилась, либо, соответственно, мамка стала включить, либо еще что-то, сам придумай ситуацию, да. Допустим, я по фениксу пишу. 45 мегахеш. Если у меня меньше, да, даже не 45, меньше 55, например, и это продолжается 3 минуты, да, то перезапусти мне майнер. А если это продолжается 5 минут, перезагрузим всю систему. Или, допустим, если я нахожусь на криптонайте, я в XMR-стаке пишу, у меня там, ну, в среднем, 2400 карты майнят, если я правильно настраиваю. Я пишу, если у меня меньше, чем 1900, в течение 5 минут, перезагрузим мне ферму. Все, нажимаю прямить, так по каждому майнеру сдаешь, и все, это работает. За ферму можно практически не следить. Раз в день зайти, посмотреть, как я его делаю, и все. Собачка тоже загорелась зеленым, значит, она работает. Положим, у тебя 12 видеокарт в Риге, и какая-то не работает. То есть, они все одинаковые, ты не можешь вычислить, какая из них вот здесь у тебя не работает. То есть, и это на Hainix, и 580, и 4 гигабата, и так далее, и все 12 штук одинаковые. Что можно сделать? Есть два варианта. Первый вариант, соответственно, задать, как всегда, как и на Венге, вентиляторы, посмотреть, какие будут крутиться, какие не будут крутиться. Тут, ты знаешь, объяснять особо не буду подробно. Второй вариант, можно вызвать вот здесь команду. Смотри команду. Если у тебя NVIDIA, то, соответственно, под NVIDIA пишешь. Если у тебя, как у меня AMD, пишешь AMD Info. Предположим, что у тебя один из GPU, ну, например, вот этот не работает, да? Но ты не знаешь, в каком слоте PCI-ки он стоит. Все очень просто. Нажимаешь здесь AMD Info, и вот здесь смотришь, что эта карта у тебя, эта карта у тебя идет PCI-2. В слоте PCI-2. Видишь, это PCI-3, а это PCI-2. И вот тут ты видишь, что это именно вот эта видеокарта. То есть, вот эта видеокарта. Дальше смотри. Мне тут не очень удобно подлезть, но вот смотри, сейчас увеличу. И к 16-ю он всегда идет PCI-1, ну, как правило. Потом PCI-1, вот этот, видишь, смотри. Он идет PCI-2. Вон тот третий. Вот этот райзер, вот этот райзер. Вот этот райзер не рабочий. А дальше просто смотришь, в какой видеокарте он идет, и понимаешь, что вот эта карта не рабочая. Тоже через одного спрашивают Тереги, как добавить больше трех бесплатных ферм. Все очень просто. Вот видишь, ферма копает. Она уже не третья, она четвертая. Почему? Потому что она на другом аккаунте. И что надо сделать? Нужно просто создать другой аккаунт. Видишь, здесь два воркера копают, здесь один воркер копает, здесь, соответственно, четвертый воркер копает. Только я тебя прошу, давай договоримся, никому об этом не рассказывай. Об этом будем знать только ты, я и, соответственно, все, кто в чате соленый. Больше никому. Ты знаешь, что пойдешь, распиздишь, не надо вот эти штучки. Давай прекращай. Как одним кликом отправить сразу все риги, не важно, вот видишь, у меня вот тут в аккаунте, например, два, да, а у тебя может быть 22 или 100 штук, не важно. Вот как одним кликом отправить все риги, копать другую монету. Все очень просто. Заходишь в воркере на главную страничку всех воркеров, нажимаешь здесь все, когда ты все нажал, у тебя вот здесь появляется лишь менюшечка. И опять же нажимаешь ракету, у меня копает сейчас, например, на Волосбурге кефир. А я, например, хочу, чтобы у меня копало, ну, предположим, монет. Нажимаю монет, нажимаю применить, все, и все риги пошли туда копать монет. Все, вот так одним кликом это делается. Потом также, если тебе надо вернуть, опять нажимаешь ракету, выбираешь нужную тебе монету, нажимаешь применить. Все, они обратно вернулись на тот путь. Сразу все. В аккаунт заходишь, в аккаунт будем привязывать двухфакторную аудификацию. Зачем это нужно? Объяснять не надо, чтобы тебя не взломали. Скачиваешь на мобильный телефон, неважно, Android, iPhone, ролик не играет. Вот такое приложение, видно тебе, нет? Очень называется она Google аудификатор. Скачиваешь его, я не знаю, ты увидел. Вобьешь, короче, PlayMart или Web Store, сразу найдешь. Двухэтапная аудификация, нажимаешь, у тебя выскакивает вот такой экранчик, видишь? Вот этот экранчик. Ты, соответственно, вот здесь нажимаешь на плюсик в своем приложении и нажимаешь сканируешь код. Вот он, этот код. Сканируешь его. После того, как ты сосканировал, у тебя выскакивает вот здесь вот приложение HiveOS. HiveOS. И тебе надо будет ввести вот эти шесть цифр, которые ты получил. У меня аккаунт второй, поэтому не заморачивайся, нет смысла его взламывать, только вот с целью, да, чтобы я тебе не мог показывать, поэтому он мне не нужен. И нажимаешь включить двухфакторку. Все, двухфакторка включена. Теперь, если выйти из аккаунта и, грубо говоря, входить в него, нужно будет обязательно заходить вот в это приложение, Google Аудификатор, и вводить пароль полученный. И после этого он заходит. Фишка тут в чем, что кто-то даже, если узнал твой пароль, то как бы не сможет войти, пока через Google Аудификатор не будет подтверждения. Вот, ну а на этом все. Спасибо тебе, что подписываешься на новостной, в чат, соответственно, в Instagram и на YouTube. Всего доброго, пока-пока.